Хайоу, ребята! С вами Фибоначчи и мы продолжаем прохождение Last Words. Так, выбрались наконец-таки из этих всяких пещер пустынь, нормальная зелень. Ты идешь? Когтистые монстры. Страшно. Это деревья, лумпи. Я не видела их дома. Ничего страшного, сейчас пойдешь. Серый лес. Томный. Тревожный. Робин не боялась. Я... Ты скучаешь по дому? Но ты покинула его. Ты очень странная. Поползли. А я тут что, сквозь стены ходит? Так вышло. Дракон напал на нашу деревню. Клянусь, я отомщу. Тут собрали, а теперь надо ломать. И что такое дракон? Он похож на медведя? Но он похож на ящерицу. А, ящерицы милые. Это очень большая ящерица. А. И что, я собственно не выберусь. Мне только ломать? Что за бред? Ну вообще так-то мне дальше. Ой, починить. Сломать нужно. А теперь что, чинить? Добылась, давай. Подлагивает от того, что у меня рендер в данный момент идет еще. Главное, чтобы с записью никаких проблем не было. Ого. Большой камень. Ну сейчас мы его сюда и скинем. Вперед, толкай. Толкай. Ты могла бы помочь, Лумпи. Лумпи маленькая. Лумпи бесполезная. Раньше ты была больше. Тут только ломать. Я рада видеть тебя такой, Лумпи. Хоть ты и маленькая. Лумпи нравится человек. Ты лучший человек. Да-да. А, я думаю, что она встала. А потому что тут что-то надо думать. Ломать вроде как нечего. Поднять. А, снова починить. Ну да. Логично. А здесь снова ломать. А, ну да. Можно было, наверное, не сразу ломать. Но я смогу починить, если что. Наверху-то что у нас? Или мне сюда? Хорош лагать-то, гребанная игра. Ремонтируй. Робин не могла сдержать улыбку перед Лумпи. Здесь нечего ломать. Ее огненная подруга быстро привыкла к новому другу. Внезапно воздух наполнился сладким запахом. Лумпи чувствует запах. В чем дело, Лумпи? Похоже на какой-то фрукт. Фрукт? Ням-ням. Лумпи обожает фрукты. Вкусно, как домашний мед. Подожди. Я не могу отвлекаться. Нам нужно идти быстрее. Но фрукт. Ладно. Нельзя фрукт. Разве что с ним что-то можно сделать. А что, починить, сломать нельзя? Это, может, яйцо дракона или что-то типа того? Тени сгущались в одиноком лесу. Поваленные деревья. Мы приближаемся. Поломанные деревья. А, мы пойдем ближе? Льды когтей. Смотри, Лумпи, огонь. Ага, дракон рядом. Все хорошо. Лумпи, хорошо. Так, надо отремонтировать. Лумпи доверяет тебе. Мы преследуем дракона. Ура! Хороший настрой, Лумпи. Мы рядом, я чувствую. Да! Эм, Робин? Ты ведь не летаешь, как я? Перед нами зияло глубокое расщелинное. Нет, нет, нет. Мы так близко. Ну, что, сломать дерево? Так. Я не рассчитывала, что так получится. Но маленькая Лумпи не могла устоять перед фруктом. Нет, Лумпи! Останься со мной, ты мне нужна! Лумпи здесь. Просто занята. Робин почувствовала, что ее решительность угасает. Я должна найти дракона. Я обещала старичной авиа. Но что я здесь делаю в полном одиночестве? Глупышка! Лумпи не уходит, я рядом. Спасибо, Лумпи. Робин знала, что она ни на что не обменяет тот огненный шарик. Ух ты! Ты в порядке, Лумпи? Голова кружится, но все в порядке. Вот так, да? Теперь мы с ним можем меняться местами. Он у нас летит к этим. Иди к фрукту. Вот, да. Он будет летать к фруктам, а я с ним просто меняться местами. Как быстро! Так, а туда-то как я посмотрю сейчас? Мне надо назад отойти. Ну да. Это было круто! Здесь все просто. Но! Теперь и выше, и выше. Но там вообще вон Ляна есть. А, мне по ней надо будет спуститься. Давай-давай-давай-давай-давай. Оп! Так, дальше-то что? Снова Лумпи. На, Лумпи. У меня кружится голова. Это лучше, чем фрукты? Конечно, лучше. Сомнений не было. Что-то сильное. И очень большое. Было здесь недавно. Вот он. Дракон. Ого. Отлично. Мы идем за ним. Он уходит. Смотри. Скорее. Робин преследовал зверя, не думая о безопасности. Ты больше не уйдешь от меня. Я не позволю. Ах, нет. Вернись. Вернись. Он. Он тебя услышал. Что? Высоко вверху кружился дракон. Он снижался. Быстро. Беги! Когда вода успокоилась, Робин поняла, что дракон теперь очень глубоко. Нет. Я... Я... Ее надежды рухнули. Я не могу. Успокойся, человек. Мы найдем дракона и поймаем его. Хорошо. Ломпи поможет. Ну как? Так. Большая часть моста исчезла. Я не могу его починить. Смотри. Встань сюда. Ну да. Плод. Логично. Я... Даже не знаю, куда мы плывем. Что я делаю? Я такая глупая. Что бы я сделала, если бы поймала его? Но ты питалась. Уже это имеет значение. Смотри. Одна из тех светящихся штучек, которые тебе нравятся. Так. Тебе они тоже нравятся? А? Это странно. Может быть здесь все-таки есть люди? Вот если в нее нырнуть, то сдохнешь. И с самого начала? Больше я не буду пробовать запрыгивать в вазы. Ну их... Заново плыть пришлось. Офигеть. Так. Ну почти все, да? 14 из 20. Смотри. Вещи. Все сломано. Забыто. Очень грустно. Это дракон? Неуклюжий. Неуклюжий. Тебе холодно? Немного. Ломпия разведет костер. Ты принесешь дрова? Хорошо. Я поищу их. В чем дело, человек? Просто вспомнила, как я искала дрова для старичной авы. Надеюсь, с ней все в порядке. Так мне точно дрова надо? Ну, вроде как... Ой. А дальше что? О. Вот это надо ломать. Похоже на запах деревьев, как у меня дома. А он лучше фруктов, а? Откуда ты, ломпия? Не помню. Ты ничего не помнишь? Помню, как злилась, а потом появилась ты. Сейчас они разведут костер. А внизу-то там что было, да? Дрова-то я нашел. Не, походу отсюда надо валить. Мир и костер же не здесь мы будем развить. Я просто думал сначала тут. А мне надо дальше ломать на туда вниз. И сюда ломать. О, это что? Это починить, чтобы потом. Ну, я так и знал. Надо сюда было сходить. А как костер разводить, я не понял немножко. Дрова нашел? А что с ними сделать? А, поднять надо. Где ты будешь костер разводить, ломпия? Тут? Хорошо. И этого должно быть достаточно. Ладно. А теперь дело за ломпией. Древние силы пробудились. Они вышли за пределы. Ах, как хорошо вернуться. Уже прошло всего несколько тысяч лет. Разве не чудесно снова увидеть свет, солнце? Хм, я только привык к бескрайней пустоте. Кто вы такие? Ох, древние. Я думала, что это миф. Нет, мой маленький друг, ты, мы настоящие. Это неправда. Мы лишь ваше воображение. А теперь уходите. Теперь мы здесь. Чем мы можем помочь? Лумпи, они могут помочь нам добраться до дракона. Но в жизни ничего не бывает бесплатно. Вы должны сделать три подношения огню. Мы должны? Если это поможет человеку, лумпи нравится, когда человеки счастливы. Три подношения. Привет, я рад видеть вас. Что это за место? Рынок потерянных и забытых. Сюда попадают вещи, которые были брошены или забыты. Где оказались и мы? Никто не приходит сюда. Никто не искал нас. Я думал, нас забудут навсегда, но вы вернули нас. Вы сказали, что поможете. Да, но сначала мы должны получить что-то взамен. У меня нет денег. Тогда подари доброту. Вы сегодня чудесно выглядите. Ну, как мило. Теперь я окажу вам услугу. Чтобы твое желание исполнилось, ты должна вселить надежду в огонь. Что-то дорогое твоему сердцу. Вторично Ава дала мне это. Кулон, наполненный светлыми воспоминаниями, светился. Не знаю, это было последнее, что она мне дала. Один мудрец однажды сказал, что невозможно получить что-то, просто пожелав это. Хорошо. Вы правы. Раздался хлопок и полетели искры, а затем кулон исчез. Три подношения. Здесь будет второе у этого. Уходи. Я сказал, уходи. Мне нужна помощь. И что? Что, по-твоему, я должен сделать? Уходи. Это ведь рынок, да? Вы должны помочь мне, если я дам вам кое-что. Послушай, моя помощь тебе не нужна. Что? Почему? Я торгую за бедем. Я питаюсь воспоминаниями. А, но вы же сможете мне помочь? Дракон должен заплатить за уничтожение моей деревни. Хм, хорошо. Но не жалуйся, когда у тебя в голове появится пустота. Какое воспоминание ты готова придать огню? Я помню, как старичная Аван дала мне книгу слов. Я помню последнее объятие. Я помню, как играла на крышах. Вот, наверное, как играла на крышах. Нет. Что, нет? Ты не помнишь. Не важно. Не будет. Не будем тратить время. Выбор сделан. Эм, спасибо. Два подношения. Еще одно, и они помогут мне найти дракона. Эх, что дальше? Не знаю. Как думаешь, им нужно еще одно воспоминание? Последнее подношение должно поддерживать огонь. Жесть надежды. Дружбы. Но подношение должен сделать кто-то другой. А свое мы уже отдали, так что мы не подходим. Ха-ха. А что насчет Лумпи? У тебя есть что подарить? Предлагаю Лумпи. Ты отдала бы себя, чтобы помочь своему другу? Конечно. Лумпи, тебе не обязательно это делать. Должен быть другой способ. Это важно для человека. Ты освободила меня и подарила воспоминания. Лумпи тоже хочет подарить тебе что-нибудь. Ты уверена в этом, Лумпи? Лумпи уверена. Ты помогла, а я помогу тебе. Хотела бы я быть так же уверена в этом. Спасибо, Лумпи. Но пора прощаться. Прощай. А теперь иди и найди дракона. Когда маленькая Лумпи прыгнула в огонь, пламя стало ярче. Я почему-то так и знал, блин. Питомца отобрали. Ну что, я ходить не могу. Что дальше? Робин почувствовала, что в ней произошли перемены. На ее шее что-то появилось. Это были жабры. Теперь она могла дышать под водой. Желание сбылось. Нам пора. Надеюсь, тебе понравится подарок. Хе-хе-хе. Спасибо, Лумпи. Я никогда не забуду, что ты сделала. Я должна идти к озеру. Следовать за драконом. Наверное. Потеря Лумпи тяжело давила на нее. Там, где был свет, теперь была тьма. Там, где был шум, теперь только тишина. Она не могла допустить, чтобы жертва Лумпи была напрасной. Ей нужно было добраться до озера и использовать свои новые силы, чтобы найти дракона. Озеро выглядело мутным, но ей пришлось бросить вызов его глубинам. Девятнадцать и... И что, двадцать? Нет, был двадцать. Сейчас пять утра. Бабушка умерла ночью. Маме позвонили несколько часов назад. Она все еще плачет. Я чувствую... Потерянность, потрясение, шок, странность, холод, боль, одиночество, вину, страдания, грусть, дрожь, уныние, боязнь, печаль. Тупик. Я попыталась уснуть. Но как только я закрываю глаза, мысли лезут в голову. Там должны были быть мы. Мы должны были быть там. В этой серой больнице, в этой ужасной кровати. Мы поехали в больницу, рано утром. Мы почти не говорили. Казалось, мы ехали в вечность. Я никогда не видела мертвого человека. Страшно об этом думать. Но это ведь бабушка. Так ведь? Может, мне стоило остаться дома? Когда мы приехали, я уже не была так уверена, что хочу ее видеть. Мы пошли вверх по лестнице, в комнату 305. Комнату бабушки. Мама нежно положила руку мне на спину. И спросила меня, не хочу ли я подождать их. Я сказала... Да. Привет, дневник. Я сижу в зале ожидания. Здесь лишь ряды пластиковых стульев в море голубого линолеума. И запах крема Бена. Рисование должно отвлечь меня от этого ужасного места. Я чувствую, как будто падаю. Папа позвал меня. Папа обнял маму. Когда они вышли из комнаты. Я никогда не видела ее такой. Мамы не должны плакать. Они сильные. Они всегда знают, что делать. Всегда. Потеря мамы заставляет тебя чувствовать себя снова ребенком. Возвращаясь домой, мы снова молчали. Это глупо, но я продолжаю вспоминать любимую вазу бабушки. Ту, что подарил ей дедушка. Я бегала по дому. Хоть бабушка и говорила мне не делать этого. Я до сих пор помню тот звук, когда она разбилась. Бабушка быстро прибежала. Я ждала, когда она закричит. Но она лишь грустно взглянула. И это было еще хуже. И как мне дотуда добраться? Однако. Придумают же. Я понимаю, у меня рывки... А, во. Какие-нибудь рывки были. Бабушка не позволила мне собрать кусочки. Она собрала все кусочки и отнесла их на кухню. Позже я прокралась туда. Тюбиком клея. Тюбиком клея. Был беспорядок. Клей был повсюду. Бабушка улыбнулась, увидев вазу. Она положила ее в шкаф. Позже я нашла ее в мусорке. Когда я спросила ее, почему она выбросила вазу, она снова улыбнулась. Бабушка всегда говорит, мы... мы не можем сохранить вещи навсегда. Пусть они живут в наших воспоминаниях. Она сказала, что предпочтет оставить ее в воспоминаниях. Я скучаю по бабушке. Может быть, я причинила ей боль. Это ведь могло случиться? Могла ли я разбить ей сердце? Может, это все моя вина? Я должна была послушать ее. Я не должна была бегать по дому. Теперь все разбито. Если бы я начала раньше, бабушка прочитала бы это. Это могло помочь ей. я могла исправить. Я могла бы вылечить ее сердце. Ну, конечно. Я даже не могу исправить свой рассказ. Я все испортила. Из-за меня Робин утонула. Она оставила Лумпи своего единственного друга. Она совсем одна. может мне стоит быть добрее к ней? Ладно, думай, Изи. Как я могу продолжить рассказ? Как бы она действовала в этой ситуации? Робин чувствует вину. Мы к чему-то приближаемся. посмотрим. Ну, конечно, вину. Хотя, за что вину? Торговцы не обманули. И все же чувство смерти не покидало ее. холод и страх. Я могу дышать. Это так странно. Жаль, что Лумпи не со мной. Ах! я не должна была позволить ей. Но нет времени думать о прошлом. Робин должна была найти дракона. Куда он пошел? Ну и продолжим мы, ребята, прохождение уже в следующей серии. Ну, а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначо и пока пока. Пока.